Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Вот здесь у меня лежит смартфон Poco X3. Вот он в новеньком чехле. Здесь у меня родной комплектный чехол от Poco X3. А здесь у меня находится еще один чехол для Poco X3. Я уже говорил в прошлом видеоролике, что это очень-очень классный и практичный чехол. Недорогой, удобный и износостойкий. И точно так же заказал еще один интересный чехол. Некоторые называют его жидкий силикон. Немножко может быть пафосно это все звучит. Но во всяком случае так и есть. Я его сейчас открою и мы посмотрим, как он будет сидеть и что он из себя представляет. Кстати, чехол без упаковки. Вообще без какой-либо. Что интересного в данном чехле? Ну, во-первых, опять-таки это что стоимость у него невысокая. Во-вторых, то, что здесь такое бархатное покрытие. Ваш смартфон, по идее, будет приятно. Ему там находиться. Он не будет здесь царапаться. Наверное, возможно. Но у меня, кстати, такие чехлы есть. Я периодически использовал. У меня уже на Mi 9T используют такой вот чехол неплохо. И на каком-то еще смартфоне я использовал. А, на старом Mi 6 я такого плана тоже чехол использовал. Он действительно неплохой. Здесь на ощупь это как раз то название, которое говорят. Жидкий силикон. Да, он силиконовый. Он мягкий. Но он еще и плотный в то же время. Так вот, он очень-очень приятный здесь на ощупь. Это тот материал, который все-таки типа как софт-тач. Его хочется трогать. Его хочется в руках держать. Вот как-то так. Ну и знаете что, если у вас будут жирные или влажные руки, то попервую и следы могут некоторые здесь оставаться. Расцветки есть множество разных. Стоимость чехла что-то около 2 или 2,5 баксов. То есть он недорогой. А теперь давайте оденем и посмотрим. Этот чехол, кстати, я вам так скажу сразу. Он закрывает рамками и дисплей. И здесь камеру прикрывает. Она не будет царапаться. Не дисплей не камеры. Ну и чехол достаточно плотный. Теперь одеваем этот. Смотрите, здесь немножко разная реализация закрытия камер. Вот так смотрится сзади. Смотрите, здесь приподнимается точно так же под блок камер. И защита здесь более лучшая и надежна, чем в этом чехле. Я имею ввиду камер. Ну, на ощупь точно так же есть. Все хорошо, приятно. Отпечаток. Место под отпечаток пальца меньше. Ну, правильно все сделано. Смотрим плавные углубления со всех сторон. И палец отлично ложится. И кнопка не только можно прикасаться, а еще комфортно нажимается. Разблокировка работает. Так, по кнопкам громкости. Все четко нажимается. Каждый щелчок чувствуешь. Прощупывается хорошо. Здесь вопросов нет. По бортикам. Ну, я так скажу. Смотрите, бортики. Вот так вот видно будет. Здесь есть. Но если наклеить защитное стекло, то я думаю, будет либо же вровень, либо стекло, наверное, немножко даже выше. Потому что задел здесь минимальный. Бортики здесь минимальны. Вот сейчас защитной пленкой неплохо смотрится, ощущается. Использовать, я думаю, будет нормально, приятно. Палец не цепляется. Скругления есть. Гладкие. Все здесь проблем никаких не возникает. Если сейчас класть вот таким вот образом смартфон на ровную твердую поверхность, то он закрывает. Да, дисплей закрыт и защищен. Если будет стекло, я думаю, такого эффекта уже не будет. Ну и камера, естественно, она точно так же защищена. То есть у каждого из этих чехлов есть свои преимущества и недостатки. В этого, например, более приятный материал. Он мягкий, приятный такой вот. Здесь лучше закрыта камера. Ну а в этом чехле он более жесткий. Пожестче, чем в этот. У него немножко хуже закрыта камера. Немножко меньше запас. Но здесь немножко лучше закрыт сам дисплей. Рамки выступают повыше. И с защитным стеклом, я думаю, здесь точно так же будет защита у этого чехла. Чего нет в этом чехле. Ну, как вы видите, плюс-минус есть и там, и там. Ну, а расцветки вы уже там сами подбирайте, какие вам нужны. Так, по остальным вырезам смотрим. Здесь под динамик есть. Под микрофон инфракрасный порт есть. Нижняя грань у нас точно так же все хорошо. 3,5-миллиметровый джек открыт. Type-C есть, микрофон есть и динамик открыт. Ну, то есть, как бы здесь вопросов не возникает. В руке лежит неплохо. Габаритов добавляет минимум, потому что чехол тонкий, аккуратный. Ну, в принципе, мне нравится. По данному видеоролику у меня, наверное, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, замечания, пожелания и предложения, пишите об этом в комментарии. Все ссылки на вот этот вот чехол там в разных расцветках. И, кстати, такие чехлы есть и на другие смартфоны, потому что я использовал на много каких смартфонах и есть на разные модели. И в разных расцветках. Все ссылки на вот этот вот чехол. И, наверное, на этот, если, в принципе, не забуду, оставлю в описании под этим видеороликом. Если вдруг забыл, пишите в комментарии, конечно же, добавлю в обязательном порядке. Всем, кому данный видеоролик чем-то понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь те, кто использует такой вот смартфон, да, или какие-либо другие аналогичные, может данный видеоролик быть интересен и полезен. Чехлы есть для множества смартфонов. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.